Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Я очень хочу с вами познакомиться. Давайте знакомиться. Меня зовут Света, а вас как? Меня Вика. Меня Никита. Мне очень приятно. Ребята, пока я тут к вам шла сегодня, я смотрю, вы нашли себе занятие, рассматриваете картинки. Скажите, как вы думаете, все эти картинки, для какой пары года они подходят? Для зимы. Для зимы, правильно. Новый год, зима, в общем, все, что сейчас уже наступило и вот-вот наступит, да, в нашей жизни? Ребята, очень хорошо. А сейчас самое время рассказать нашим телезрителям, где мы сегодня с вами оказались. Ребята, это страна безопасности. Вы знаете, что это за место? Нет? Давайте присядем, и я всем обо всем расскажу. Присаживайтесь. Итак, ребята, страна безопасности – это удивительное место. Оно единственное на Земле. И здесь с вами, со мной ничего плохого не может случиться. Знаете почему? Потому что на протяжении четырех дней мы с вами будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой ситуации. Будем все-все-все знать, как себя, в какой ситуации вести. Это первый момент очень интересный. И второй есть – это конкурс. А это значит, что в конце игры у нас определится победитель, который получит главный приз. Но тот, кто проиграет без подарка, не останется. Поэтому расстраивается нас никто не будет в нашей передаче. Мы будем бороться за победу и за подарки. Договорились? Да. Темой всех наших четырех конкурсных дней станут правила безопасного поведения, ребята, зимой. Эта пора года уже наступила, а поэтому нам с вами нужно быть предельно внимательными. Для первого дня соревнований, ребята, я подобрала очень легкие для вас задания. Ничего сложного не будет. А начнем мы, Никита, знаешь чего? Разгадывание загадок. Любите разгадывать загадки? Да. Хорошо. Смотрите, у каждого из вас есть свой стенд. Вика, это твой, а твой, Никита, он тот. Я буду читать загадку. А отгадки, ребята, вот те картинки, которые на стендах, это и есть отгадки. Вам нужно найти правильную и на скорость принести мне. За каждый правильный ответ одна фишка. Еще одна достанется тому, кто быстрее, кто окажется быстрее и принесет первым картинку нужную. Все вам понятно? Да. Я очень рада, что вы такие понятливые дети. Ну что, тогда я предлагаю начать. Слушаем до конца внимательно загадку и только после этого мчимся за отгадкой. Итак, первая загадка звучит. Вдруг с небесной темноты ярко вспыхнули кусты. На кустах цветут цветы небывалой красоты. Побежали. Побежали искать отгадку. Быстрее и быстрее. Молодцы, ребята, правильный ответ. Присядьте, пожалуйста. Что это у нас? Салют. Салют или еще по-другому. Как можно сказать? Фейерверк. Фейерверк. Правильно. Правильный ответ и у Никиты, и у Вики. Ну, Никита был чуть-чуть быстрее. Ты обратила внимание, Вик? Поэтому мы ему даем две фишки за правильный и быстрый ответ. А тебе одну. И ты тоже скорость включи, чтобы за скорость заработать фишку. Договорились? Вторая загадка. Что за дерево такое? Вся макушка в серебре. Расцвело у нас зимою. В день морозный, в декабре. И орехи, и конфеты, и шары на ней висят. Есть на дереве на этом все для радости, ребят. Созревают фрукты летом. Летом яблок полон сад, а на дереве на этом и зимой они висят. Побежали. Что это за дерево такое? Все догадались. Это, конечно же, у нас что? Ёлка. Ёлочка. Присаживайся. Вик, снова Никита тебя чуть-чуть передел. Поэтому у него две фишечки. А у тебя тоже пополняется копилка. Итак, следующая загадка. Заискрятся в Новый год, чтобы развеселить народ. Называются они. Как? Побежали. Что искриться и веселить народ? Искриться, искриться. Правильно? Вика, присядь. Искрятся у нас бенгальские огни. И Никита тоже правильно верни. Может быть, еще она тебе понадобится. Итак, за правильный ответ фишка. А кто у нас был быстрее сейчас? Кто пришел быстрее? Да. Значит, тебе еще одна фишка за скорость. Вот умничка. Но у нас осталась еще одна загадка. И сейчас мы определим, кто же у нас будет лидировать по итогам первого конкурса. Итак, внимание. Последняя загадка. Зимой в часы веселья вишу на яркой еле я. Стреляю точно пушка. Зовут меня? Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо, присаживаемся. Это действительно, ребята, что? Клопушка. Клопушка. Вы принесли правильный ответ. Никита, ты все-таки вырываешься на одну фишечку вперед. Но, Вика, всего лишь на одну, поэтому будем догонять его. Хорошо, ребята, первый конкурс завершен. Вы справились с ним очень-очень хорошо. Я довольна. Я вам совсем не случайно загадывала такие новогодние загадки. Если вы смотрели наши передачи раньше, то уже знаете, что с фейерверками и бенгальскими огнями нужно обращаться очень осторожно, только по инструкции и только в присутствии взрослых. Это может быть очень даже опасно. Но это не единственные опасности, которые могут нас подстерегать этой веселой порой. И сейчас я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком, который о таких ситуациях знает очень-очень много. Готова ко встрече с ней? Да. Тогда внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Со многими из ваших сверстников я уже успела познакомиться. Сегодня ваша очередь. Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Мы с вами уже не раз говорили о неприятностях, с которыми можно столкнуться в холодное время года. А сегодня мы узнаем, какой опасность стоят в себе металлические горки и качели во время мороза. Ребята, скажите, случалось ли вам в холод дотрагиваться до металла мокрой рукой? Или только не смейтесь языком. Нет. Нет, тетя Маша, не дотрагивались. Металл на морозе становится опасен из-за возможного прилипания к нему при прикосновении с незащищенными участками тела. Иногда в сильный мороз к металлу могут примерзнуть руки, поэтому снимать варежки и прислонять руки к металлическим предметам опасно. Неприятности могут случиться и в том случае, если до железа дотронуться языком, ведь он влажный и на морозе быстро перелезает. Если же так случилось, что вы все-таки прилипли, не стоит отрывать кожу, потому что будет большая рана. Просто сообщите о случившемся взрослом. В случае, когда предмет небольшой, отправляйтесь вместе с ним в теплое помещение. Если же это металлическая конструкция горки или качелей, попросите взрослых принести теплой воды и полить на прилипший участок тела. Зачастую, если площадь прилипания небольшая, бывает достаточно просто подышать согретым воздухом. А наша встреча подходит к концу. Сегодня вы узнали немного больше о безопасном поведении. Я желаю вам удачи и, конечно, победы! Ребят, это еще не все испытания, которые я для вас сегодня подготовила. Впереди финальный конкурс. Вспоминаем все, что только что нам говорила Мария Александровна. Это будет касаться как раз этой информации. Конкурс называется «Красная-зеленая викторина». Даю вам по две карточки, красная и зеленая. Буду читать фразу. Одна правильная может быть, а вторая неправильная. Если фраза правильная, ребят, то поднимаете какую карточку, как вы думаете? Красную. Если правильная фраза. Ой, зеленую. Зеленую. Вот так поднимаем. Если неправильная фраза, то поднимаем красную. Каждый правильный ответ – это одна фишка в вашу копилку и плюс одна фишка тому, кто быстрее справляется. Так что шустрость, скорость здесь очень-очень даже вам пригодятся. Первая фраза. В мороз нельзя касаться металлических предметов голыми руками. Ой, забыли. Вы подняли красную. Ребят, вы ошиблись. Действительно, в мороз нельзя касаться металлических предметов голыми руками. Фишки у меня остались. Запомните, пожалуйста, зимой, когда холодно, голыми руками. Вот Мария Александровна говорила, что вы можете прилипнуть. Так, вторая фраза. Если на металлической горке красивый морозный узор, можно попробовать его слезать. Молодцы. Ответили правильно и одновременно. А это значит, что каждый из вас зарабатывает по одной фишке за правильный ответ. И еще по одной фишке я вам дам, ребята, за быстрый ответ, потому что очень быстро вы ответили. Держи, Никита. Следующая фраза. Прилипший к коже предмет надо резко оторвать. Ой. Да, молодец, сообразил. Но чуть позже Виктории, поэтому получаешь одну фишку за правильный ответ, Никита. Держи. Все, опускаю уже карточку, Вика. Молодец. А ты две получаешь. Потому что ответила правильно и очень быстро. И последняя фраза. Ребята, внимание. Последняя возможность сегодня заработать фишки. Пополнить вашу копилочку. Можно пользоваться новогодними игрушками в отсутствии взрослых, не прочитав инструкцию. Правильно? Правильно. Но Никита две получает. А Виктория за то, что сомневалась поначалу, а одну. Но тем не менее правильно ответила. Потому что действительно, ребята, нельзя пользоваться без инструкции, без взрослых новогодними игрушками. Ну что, сегодняшний конкурсный день, ребята, подошел к своему завершению. И вам осталось лишь посчитать, сколько фишек вы заработали в первый игровой день. Считайте, пожалуйста. Десять фишек у нас зарабатывает Вика, а Никита долго считает. Может, помочь Никите? Одиннадцать. Одиннадцать? Практически равный счет. Какие у нас сильные бойцы идут на равных почти. На сегодня все. Встречаемся завтра. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова